Привет. Как дела? Спасибо. Давай. Нет, я не первый раз в России, но это первый раз, когда я задержался на несколько дней в России, и именно в Москве. Я часто езжу в Чечню, тренироваться с парнями из Беркута, учить их, провожу кемпы. Так что я неоднократно был проездом в Москве. Как ты проводил время все это? Ты тренировался? Сейчас у меня своего рода отпуск. Конечно, не совсем полноценный отпуск, так как мне приходится работать, но я отдыхаю от боя UFC, который провел три недели назад. Я приехал сюда, чтобы развеяться и побольше познакомиться с Москвой. Я побывал на Красной площади и в других местах, и я здесь ужасно объедаюсь. Забыл, как это называется. Крупа, типа риса. Гречка? Да, точно, гречка. Я попробовал гречку. Окей. Звезды бразильского джиу-джитсу очень много гастролируют и дают семинары. Не мешает ли это тренировочному графику? Нет, нет. Это совершенно не мешает. Несмотря на то, что у меня сейчас отпуск, я все равно продолжаю тренировки. Это очень важно. Каждый раз в перерывах между боями в ММА я снова возвращаюсь к тренировкам в джиу-джитсу с гей. Джиу-джитсу – это моя база. Для меня очень важно не скатываться вниз и оставаться на прежнем уровне. Поэтому я всегда практикую джиу-джитсу после боя. Потому что готовясь к ММА приходится уделять внимание куче других вещей – боксу, муайтай, рестлингу, всему, что намешано в ММА. И тут сложно сконцентрироваться на джиу-джитсу. Ты начал выступать, как ты говорил, в 12 лет. А в каком возрасте ты планируешь закончить компетиторскую карьеру? Ты начал тренировать джиу-джитсу, когда ты только 12 лет. А когда ты ожидаешь, чтобы закончить твою карьеру джиу-джитсу? Мужик, я не собираюсь прощаться джиу-джитсу. Что касается компетиторской карьеры. Тут не предскажешь, когда ты можешь тренироваться, когда сражаться. Но надеюсь, что смогу выступать как можно дольше. Может быть, до 39 или до 40 лет. Это тот возраст, та верхняя планка, когда ты заканчиваешь биться. Но все зависит от моего тела. Если оно позволит, я буду выступать. Я не смогу биться вечно, но могу тренироваться всегда, 100%. Ты будешь выступать 30 июня здесь, и у тебя будет титульный поединок против Лукаса Лепли. Как ты считаешь, не слишком ли быстро назначили титульный поединок? Ты совсем недавно получил титул, и не слишком ли быстро назначили? Это немного короткий срок. Но мое внимание полностью сосредоточено на ММА. Сейчас за спиной уже два выигранных боя. Это то, на чем я постоянно сконцентрирован. На джиу-джитсу, то есть на UFC. Джиу-джитсу – это мое хобби. Я люблю выступать по джиу-джитсу, конечно. И всегда борюсь, чтобы победить вне зависимости, кто выходит против меня. Я всегда стремлюсь к победе. Но джиу-джитсу – это мое хобби. Я приду сюда и сделаю все от себя зависящее. Реально короткий срок был для подготовки к этой схватке – всего один месяц. И это не очень здорово, потому что Лукас Лепри живет в джиу-джитсу. Он это изучает, преподает, грезит джиу-джитсу и спит с джиу-джитсу. Надеюсь, у нас будет отличный бой, поскольку джиу-джитсу у меня в крови. Не важно, сколько времени у меня было на подготовку – это мое крови, и я буду делать все возможное. Я очень люблю бороться в ги, но так сложилось, что я лучше выступаю ноу-ги. Но в любом случае, это моя игра, и я приду и устрою шоу с целью быть первым. Будьте уверены на 100%. Я проиграл единственные ошибки в прошлый раз на гран-при, когда я выступал против Эдвина Нажми. Знаешь, я до сих пор не могу поверить, что проиграл ноу-ги. Никто не может уделать мне ноу-ги. Я верю в это. И я вернусь в ноу-ги сезон и стану чемпионом ACB JJ 100%. Кого ты назовешь самым сложным противником в твоем весовом дивизионе в ACB Нолги? Лукас Лепри – мощнейший парень в этом дивизионе. Мужик, ACB JJ – это UFC джиу-джитсу. Здесь лучшие парни из мира джиу-джитсу. Во всех дивизионах лучшие. Очень много серьезных парней. И кого не возьми – все сложные. Кто в ноу-ги самый сложный? Ну, мужик, здесь много сильных парней, которые борются в ноу-ги. В ACB я считаю самым сложным парнем Лукаса Лепри также. Парень хорош во всем. Он проходит, играет гард, делает броски также. Очень техничный парень. Итак, есть Лукас, есть Майкл Ланги, есть Марси Андре. Много хороших парней. Но также у вас есть и Дави Рамос. Итак, я Дави Рамос. Я буду бороться на 3 джиу-джитсу. В ACB для титул. Я надеюсь, что вы пришли, понравились и поддерживали меня, чтобы победить мою титул. Я надеюсь, что вы получили тикет и приобрели на джиу-джитсу. Спасибо, ребята. Я очень не люблю фотографироваться со звездами, но мы сделаем видео селфи. Ос! Ос! Видео записано в Лудуздом. Кстати, в это воскресенье, 17 июня, в Лудуздом состоится открытый ковер. OpenMat начнется в 12.00 блоком для детей. В 13.30 приглашаются только девушки. И в 15.00 ковер открыт для взрослых всех желающих. Унеш8ынов. Унеш8ынов. Ковер 181. Унеш8ынов. Ковер 19.10. Унеш8.